Дай лапу. Мартин, дай лапу. Мартин, дай лапу. С вами красится. Я умыла, сделала только что из душа, вылетла, сделала от себя в душе скраб. Пила кофеёк, у меня такого мелкого помола, и я сделала себе кофейный скраб. Захотелось мне. Делаю это раз в пятилетку, притом только натуральными, можно сказать, продуктами, не кремами. Скраб я имею ввиду. Так, у меня термозащита, вы поняли. Санстрин 50+. Сейчас солнышко я мажу. Он классно так увлажняет. Это фармстей, именно цитрусовая серия. Солнышко, немножко я как бы и защищаю кожу под макияж. Но хочу сказать, если честно, просто надо мне купить обычный крем. Ну, там защита, наверное, сколько там, 20-15, SPF. Хочу купить я. Своей любимой марки хочу купить. Боже мой, я забыла, как эта марка называется, крема. В общем, я пока еще подыскиваю себе. Так, ну что, давайте быстренько накрасимся. Покажу вам, перед тем, как наносить тональный тон. Тональный крем, парфюм моих, наверное, последних 2-3 дней. Это Мансера, скажите мне, Амур Кафе. Я вот вышла из душа, прям нанесла вот так вот на себя. Ходила, выходила из ванной. И вот вернулась опять вновь. Ой, твою божечку. Это я выберу. Значит, видите, краситься на камеру, это что-то еще называется. Так, вернулась я в это помещение. Ладно, кубка все равно съедает. Вернулась я в ванную. И обалдела от того, какой здесь стоит аромат. Несмотря на то, что я планировала его носить в более прохладное время года, я вам серьезно говорю, я наношу его сейчас летом. В нем есть какая-то такая кислинка, понимаете? Воздух есть. Удивительная для Мансера работа. Просто я влюблена. Пахнет, как будто бы в кофейне заварили кофе. И вот это не запах зерен кофе. Это запах, знаете, как будто бы, как в рекламе бывает, знаете, кофе налили в чашку. И вот этот такой пар прям доносится тебе в нос. То есть пахнет вот как бы парами от заваренного кофе. Вот так это пахнет. И есть такой общий вайб этой кофейни. То есть ты зашел в кофейню, и ты не конкретно эти зерна по не полу. А просто кто-то вот варит кофеек, и тебе этот запахочек доносится. Для меня он такой, вот я почему, я его с ним засыпаю. Я вчера на сгиб локтя его нанесла. И вот утром я проснулась. У него такие классные вот остаточные моменты. Такая приятная, можно сказать, даже древесная ваниль. Потрясающе мягкий такой аромат. Мне очень-очень нравится. Так, я крем наношу свой любимый от Purito. И сейчас мне идеально подходит номер, сейчас вам скажу, 27-й. Вот, у меня есть такой чернючий цвет еще этого. Это 31-й. Это для, скажите мне, прям мулаточек. Ну, смотрите, что я делаю. Сейчас вам покажу. Так классно я придумала. Он сейчас. Я просто, когда была более загоревшая, когда вот приехала из Турции, мне не подходил 27-й, он мне выбеливал. Сейчас, как бы, немножечко успокоился этот загар. Ну, мне кажется, так даже природней. Но я еще добавляла сюда 31-й. Теперь смотрите, что я делаю. Я вот на естественную тень нанесу таким вот образом этот тональный, да? Можно испугаться. Но вот эти спонжики творят чудеса. Ну вот. Сейчас я буду смотреть в зеркало. Вот я его так разношу. Можно обратной стороной. Это такой, знаете, как бронзер. Смотрите. Как будто бы я опять только с морем приехала. Такой классный эффект. Ну, это, в принципе, часто распространенная такая практика. Можно наносить вот тот же тональный крем, только немножко на тон темнее. Вот. Убрать насыщенно, смотри, немножечко. Знаете, как будто солнышко вас коснулось. Вы загорали немножечко. Вот как-то оно так... Коснулось вас. Так. Ну, смотрите. Уже шикарно. В принципе, этот тональный крем, он такой живенький. Видите? Глянцевый, блестящий. Так можно, в принципе, идти. Но я закрепляю это все своей любимейшей пудрой, которую сейчас я вам просто покажу. Смотрите, у меня уже видно вот это клетчатое дно. Но я не расстраиваюсь, потому что у меня уже есть дубль. На маякак я брала, потому что в торговом центре вечно я прихожу туда, а там воздушная тревога, я не могу столько ждать, так как-то и не хочется. В общем, онлайн я приспособилась его заказывать. Я даже пуховочкой это наношу. Очень тонкий слой делает, закрепляет, закрепляет настолько этот тональный крем. Я могу... Жарко сейчас. Могу, знаете, и вспотеть. Прямо у вас чехолка так аж мокрая. Ну, мокроватая. Я, в принципе, сильно на жаре так не хожу, но тем не менее. То вот тон, он держится. Даже если немножечко... Ну, можно сказать, он заблестит, он никуда не едет. Вот этот контур будет до конца дня. Вот. Вот так вот я сделала. Так, и я наношу сейчас последнее, мое любимое, которое я купила, вот эти маковские, Fatal Power. Румяна. Вот. Такие они классные. Очень легкие для лета. Вот, смотрите. Немножечко наношу. Просто, чтобы придать такую жилость лицу. Я прямо сюда на рисочек. Так оно поднимает немножечко взгляд. Так что вот такие у меня вот парфюмерные запои с Монсера Амур Кафе. Так, еще хочу сказать. Девочки, я вчера, я уже уложилась спать, и YouTube выдал мне ответ на сообщение моего видео, которое, вот это прошлое, которое было перед этим, где я разношула ароматы, которые мне прислала Татьяна. Там в одном из отливан, в одном из парфюм был Сентире. Новое для меня открытие. Я просто под впечатлением Сентире. Вот. Посмотрю, как нато. Вот я помню, парфюмера зовут Ната. Я уставлю, значит. И я сейчас по ее инстаграме поселилась, как говорится. Настолько... Но у нее парфюмы все sold out. Я посмотрела на сайте. В общем, выбираю сейчас я... Я так ярко. Выбираю себе аромат. Так вот. Парфюм, который был Ember's Shadows, который я... Он, знаете, у меня просто в другой комнате... Ой, я его прям в карманчике ношу. Знаете, душусь этим, а там так мало Ember's Shadows. Я, знаете, так и отхожу и поднюхну. Подойду и поднюхну. И я вот в том же видео спрашивала. Говорю, кто знает, что в этом аромате. И я там слышала ноты. Ну, если вам интересно, просто посмотрите. Не то вино, то значит розы, то почули. В общем, я там... Ну, это такая парфюмерия, которая, знаете, она рождает прямо, ну, вот, эмоции. И настолько вот чувствуется, что это сделано из дорогих ингредиентов. Вообще, почему я это не... Знаете, как повторяю, как будто бы свое же видео. Наталья, мне бы... Посмотрите в комментариях в Ютубе. Она прислала мне... Она мне рассказала, что в ее парфюме. Полностью ингредиенты. Там такой список. Там есть и почули. Я вам вставлю уже... Тут уже на этом телефоне нет. Там есть и почули. Розовое вино. Вот я там чувствовала вино. Вот оно какое-то ненаградное. Оказывается, я чувствовала отдельно фрукты, отдельно вино. Потрясающая работа. Это просто шедеврально. Все. У меня фокус внимания, конечно же. Я просто обалдела, насколько у нас вот... Ну, Наталья, это НАТО. НАТО, она называет тебе НАТО. Вот насколько может быть талантливым. Я уже... Я уже в захлеб, видите. Восхищаюсь в захлеб. Я уже, когда видео сняла, потом на руке он оставался дольше всех. При этом он такой легкий в носке, понимаете. Легко носится. Но при этом он очень стойкий. Удивительно такое сочетание. Я его так вот нюхала-нюхала. Думала, боже мой. Я поняла, что мне напоминает. И я побежала в Джулет Мэтт. Неа есть. Я вот стала с ним сравнивать. Но то же самое, что я говорила, что вот здесь какие-то... Я не могу сказать работу Неа топорной работой. Но вы представляете, Неа гораздо слаще. Лука Мафии на минуточку делала этот аромат. И этот Неа получил какую-то там нереальную премию какого-то года. Как самый лучший аромат года. Там какого-то аромат прекрасный. Там тоже, знаете, сочетание такого как будто бы шампанского с фруктами. Немножко терпкость такая там. И вот что-то вот уровень. Уровень. Я и Наташа написала. Натя написала, что это уровень Лука Мафия. Только мне ее парфюм нравится гораздо больше. Вот. И если вы прочтете комментарий, прочтите. Но я вам скажу. Наталья меня обрадовала, что этот парфюм она хочет доработать. Она еще как-то его умножить хочет. В общем, я уже на низком старте жду. Вот. Потрясающе. Просто я... Любые мысли, видите, они находят всегда ответы. Я спрашивала, что в этом парфюме. Я получила ответ. Поэтому я безмерно счастлива. Так. Глаза с вами красим или нет? Я хочу, знаете, что сказать? У меня все позаканчивалось. Один я вообще выкинула карандаш. Белорусский психанула. Не карандаш, а вот этот лайнер. Терминишим красился. Вот эти мои огромные остались. Не знаю даже. Что бы нанести? У меня вот это остатки роскоши. Классный такой карандашик. От Лемель. Ламель. Я просто не люблю такими обрызгами пользоваться. С другой стороны, жаль выбрасывать. Он классно еще красит. Я не знаю. Сегодня, не сегодня. Я сейчас уезжаю в город. Мне надо в Еву заехать, надо что-то купить. Или в Маке заказать. Вообще нет. Пассивно хочу пока. Ох ты, гляньте, как классно красиво. Им так классно красится. Просто он не стойкий. То есть на жару, знаете, я бывает, что-то там глаз почешу, и на пальцы эта стрелочка ушла. Хотя я припудриваю. Потому что все вот эти фломастеры, они стойкие. А карандашик мой нет. А в Маке я брала когда-то стойкий, классный карандаш. Сейчас надо посмотреть. Девочки, может вы знаете какой-то классный карандаш для глаз? Скажите мне. Вот это классный такой номер. Не знаю, продается ли. 404-й. Он такой... Сейчас. Он такой... Ломали еще раз, видите. Он серо-коричневый. Видите, он не стойкий. Серо-коричневый. Но такой очень мягкий взгляд. И не черный. Я вообще замечаю, чем как бы старше становишься, тем как бы хочется такой мягче макияж. Сказала, видно, накрасить по стрелочке. Так, губы как-то ярко. Видите, я когда ярко, я всегда припудриваю. Так, наношу клоранс. По-моему, у меня номер 7. Не по-моему, а точно 7 номер. Все. И я буду убегать. Мне надо купить продукты. В общем, у меня там целый список. Что-то мне надо сделать. А я убегаю. Класс. Я сегодня... Сейчас вам покажу. Я вся в беленьком. Я в беленьких шортиках. Вот. Наверное, сейчас один у меня такие синие босоножки. Или синий сумка. Буду сегодня такая... Бело-синяя. С таким приятным, классным парфюмом. Какой же он классный. Но есть такая в нем свежесть определенная. Девчата мне писали, что слишком умным сладкий. Ну, не нравится. Это, знаете, что-то в духе, как я покупала Диошин, Дольче, Габана. Вот это для любителей такого направления. Знаете, это сладко-лимонно. Вот они как-то даже... У них есть какой-то общий вайп. Ну, конечно же, я их не сравниваю. Но мне очень нравится, как и сейчас делают мансара. Я хочу попробовать еще там кукулу. Все. Накрасили с вами. Новостями поделилась. Может быть, если куплю то, что я хочу, я вам покажу сегодня, что я буду на вечер готовиться. Пока большое. Боже, лизает, лизает маму. Лизает маму, у меня тут карандаш еще не стерся. Видите, мой сладкий, сладкий мальчик. Видите, мой красавчик, красавчик, красавчик. Чуть-чуть отойду, чтобы вас видно было. Мои еще малые люди. Ну что, это я ухожу, собираюсь. Ой, ля-ля-ля. Ухожу, собираюсь, они мне решили сказать, как я и говорила, уже синие босоножки я одеваю. И синюю сумочку. Вот, на таком белом фоне. Вот так я вот отправляю все. Не знаю, вы заправляете футболки в шорты или нет? Я даже не знаю, заправить ли я футболку. Я, знаете, иногда, когда делаю вот так вот, ну, половинку заправляю, как сейчас это все модные блогеры делают, да, то мне муж все время подходит и говорит, так, что-то ты тут зацепилась. Поправь, поправь обратно. Как вы носите футболки? На выпуск или заправляете? Так, только сделаю в машину воздушная тревога. Зазвучало. Знаете, мне часто спрашиваете вы, ну, как так можно, типа, воздушная тревога, ты спокойно сидишь, снимаешь? Давайте я немножечко раскрою в двух словах тайны зазеркалья. Я делаю паузу и смотрю, куда летит, понимаете? Если это, конечно, Днепропетровская область, если я вижу, там летит то-то, то-то, ракеты, беспилотники, конечно, мы идем в укрытян. Ну, вот и весь секрет, а не то, что какая-то эта беспечность совершенная. Сейчас тоже буду останавливаться, смотреть, что будет так. Никита, я тебе круассан купила, малиновая начинка, такой свеженький продавался. Никита, завтрак. Так, покупки. Салатик, даже минус 25%. Сырок такой классный я купила. А я не помню, как он называется. Ну, это такой, это у нас магазин такой именно сырный, я покупаю. Сникерсы. Так, я ездила, самое главное, это было у меня, смотрите, купить перепелочки. Я в одном магазине купила 4, но мне надо было докупить, и я смоталась еще в другой магазин и докупила еще перепелочек. Сколько они у нас стоят? Так, 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 254 гривны килограмм. Вот так вот, а здесь сколько? А здесь 285 гривен килограмм. Видите, два магазина чуть-чуть отличается от цены. Так, хлебчик. Ой, что он так у меня размотался, надо что замотать обратно. Вот, и тут у меня овощи. У меня взяла помидорчики. Вот это такой классный сорт, он такой суховатый, как раз для вот этого салата, который с мелкой нарезкой, мне очень понравился. Также хочу сделать еще, смотрите, купила бурячки такие молоденькие. Вот, хочу на вечер сделать салатик на терочку. Вареный бурячок и с чесночком и, скажите, как это называется, с яичком. Перчик купила и хочу лаптями немножечко пожарить баклажанчики со сметанкой, с чесночком. В общем, лето, лето идет. Лето у нас, вернее, не идет, оно в разгаре, поэтому овощи меня тянет просто на овощи. Ну, перепелки тоже, это вкусняшка. Я готовлю сейчас ужин. Буду делать такой овощной, можно сказать, салат. Я здесь уже такими полосочками нарезала болгарский перчик. Сейчас буду в кубики превращать. Здесь у меня обжаренные, можно сказать, притомленные тоже таким же кубиком синенькие. Здесь я мариную лучок обычный репчатый, скажите мне, в уксусе. И еще в ход пойдут помидоры. В общем, с вами немножко сейчас по кулинарии, можно сказать. Покажу, как я нарезаю. Это же не знаю, наро все буду резать сразу. Перчики. В общем, эту соломку превращаю вот в такие вот кубики. Я вчера точно такой же салат делала, только без синеньких. Просто помидорчик, перчик и лучок маринованный. Ой, это было очень вкусно. А сейчас у меня в голове родился другой рецепт. Вот. Я с вами делюсь с ним. Так, нарезаю мелким-мелким таким кубиком, нарезаю перчик. Так. Вот. И, наверное, буду сразу же соединять. Положу его туда, к моему синенькому. Вот. И сейчас я отбланширую помидорчики. То есть сниму с них шкурочку. И точно так же порежу. Помидорчики сейчас покажу на одном таком примере и вам помидорчик. Вот. Мне, кстати, повезло. Они такие не слишком сочные. Иначе этот салат получается, знаете, такой как чача. А они такие суховатые, то что надо. В принципе, и пойдет со всеми помидорками. Так, я вот так просто дулечками нарезаю. Помидорчик. Тоже нарезка кубиками. Вот. Сейчас покажу вам на одном помидорчике. Я теперь надену. Так. И тоже сюда в этот салатик. Ну, я сюда порежу все четыре помидорчика. Все четыре. Так, порежу. Так. Я покажу свое основное блюдо, которое я вот на ужин готовлю. Это я делаю... Сейчас крышечку полосу. Я делаю... Взяла куриное филе. Ловко так его разрезала. Наверное, надо было вам показать. Ну, в общем, куриное филе я вот так вот разрезала. Получилось такое большое полотно из курочки. Отбила соль, перчик. Это у меня такие рулетики. Вот. Я немножечко, видите, их так зубочисточками заколола. Внутри у меня, скажите мне, шпинат, сырок, маринованный лучок. И что я туда еще положила? И порезала мелко-мелко соленый огурчик. В общем, это когда разрежется, будет просто прекрасная начинка. Видите, я сегодня просто в кулинарном вдохновении. И вы знаете, чтобы они не рассыпались, я их обмакнула в муке. Но вот я вижу, в процессе жарки оно прям немножко отходит. Ну, и отлично. В общем, я запекаю их на таком маленьком, тамлю, можно сказать, на маленьком-маленьком огонечке. Ну, пахнет уже съедобно. Ну, вот. Так что это такой будет ужин. Ну, что, я возвращаюсь к салату. Лето жаркое. Хочется кушать больше овощей. Как-то на тяжелую пищу совершенно не тянет. Я вообще рыбку, наверное, съела. Или, вы знаете, креветочки с таким салатом. Вчера мы делали креветки. И вот этот салатик. Ой, так это вкусно. Ну, знаете, самое-самое, я считаю, фишкой этого салата, конечно же, является вот этот ингредиент. Это все-таки маринованный лук. У меня здесь целая луковица. Как бы мне еще вторую не пришлось мариновать. Вот именно этот смак, вот именно этот салат придает изюминку маринованный лучок. Очень вкусно. Вмешиваю. Запахи, вкусы пропитаются друг дружкой. Вот сейчас я посмотрю, может быть, еще помидорчик добавим. Укропчиком. Буквально немножко, чтобы он не перебил вкус. Так, буквально немножко. Ой, какой запах! Запах весны и лета! Ой, какой запах обалденный! Так, ну что, сейчас солью лишнюю жидкость и добавлю тоже в салатик. Чок. Прям много его вожу. Красивые такие цвета, просто прелесть. Здорово. Покажу, сейчас добавлю немножко оливкового масла в этот салатик. Посмотрите, какие весенние цвета. Это просто прекрасный гарнир для мяска. Хотя, Никит, я сделала рисик, сварила. Вот так вот. Наразь еще добавлю немножко укропчика. Такой запах он свеженький дает. Вот это оливковое масло такое шикарное. В принципе, его можно делать и самим. Мы это привезли из Аркарпатья. Видите, когда в оливковое масло добавляются всякие травки. Возможно, здесь розмаринчик, перец здесь есть однозначно. В общем, это масло насыщается таким вкусом интересным. Знаете, он как с черным перчиком. Вот я его добавила в салат буквально, наверное, столовую ложечку. Вот все это перемешала. Ну и вот такая красота получается. Ну скажите, для меня это очень аппетитно. Вот мне прям хочется овощей таких. Просто здорово. Все, сейчас оформлю красиво. Но я же хочу показать вам, какой рулетик получился изнутри. Сейчас покажу. Я уже укусила. Вкусный очень. Еще раз повторяю. Шпинат, лучок, сыр. У меня... Ну как это сыр наровать? Бри. Или камамберчик. Вот. Все завернула я. Очень сочно получилось. Все. Такое блюдо с вами поделилось таким сочетанием. Все. Приятного аппетита. Ой, класс. Очень сочно. Поливаю я цветочки. Так, сейчас как бы его туда подлезть. Вот этот я уже полила. Ну все, достаточно. Так, а знаете, что хочу вам показать? Смотрите. Кто помнит, я еще сидела. Знаете, в начале лета вот эти цветы. Это огромная была. Это ампельные, скажите мне, петуньи. Они были такие пышные. Такие буйные, можно сказать. Но вы видите, что к концу лета от них осталось. Мы, кстати, тоже... А, это мы заезжали к нашему знакомому. То же самое. Вот хозяйка жаловалась, что петуньи все такие прям высохли. Ну, как-то так. Ну, наверное, они как бы уже отслужили свое, как у вас, букеты петуньи. Все лето выстаивают или нет. Вот, надо, конечно, эти обрывать цветочки. Вот. И я хочу сказать, сейчас вам покажу. Даже купили такую им подкормку. Сейчас. Так. Это я проползаю. Сейчас. Сейчас. Вот такую подкормку купили им. Ну, все равно, видите, оно особо не помогает. Ну, все равно добавляем водичку. Немножко этой, хотела сказать, приправки. Ну, вы поняли. Усилитель роста для растений. А вот этот цветок, знаете, вчера Тёма подбежал. Ну, вот они, знаете, падают такие кусочки. И он начал их есть. И мы так стали смеяться. А их, оказывается, в детстве люди ели. Кто ел эти цветочки? Скажите мне, если вы их узнаете. Я такое не ела. Но я попробовала. Мне интересно. Очень такой кисленький вкус. Ну, в общем, видите, у каждого детства было разное. Так, а я в малину пошла. Там, по-моему, какая-то пчелка или шмель даже. Так. Господи, господи. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо, кстати, малину полить. Вкусно? Пожаловаться, рассказать. В том году мы посадили вот эти чернобрывцы. Я, как сейчас помню, поехала на рынок. И, ну, дедушка, можно сказать, мужчина продавал цветы чернобрывцы. Вот такие палочки продал. Самые обычные. Вот бордюрные вот эти чернобрывцы. И муж у таких посадил. И оно превратилось, знаете, просто в огромные кусты. У меня все было в чернобрывце. То есть, одна палочка была огромным-огромным кустом. И вот этот весь участок, который вот здесь вот камнями выложен, то есть он был полностью весь завален. Притом они цвели аж до холодов. В этом году мы решили, знаете, вот есть такие шапкообразные, такие, как это, наверное, как, скажите мне, калиброванные вот эти, вылетело мне это слово, но в общем калиброванные какие-то чернобрывцы. И они вначале были шапками такими. Но потом, видите, во что они превратились. И выжило только два кустика несчастных. Поливай их, не поливай. В общем, знаете, кстати, бывают простые. Простые, обычные и пахучие были. Этот, кстати, вообще не пахнет. Вообще даже запах нет у чернобрывцев фирменного такого. Прошлые обычные бордюрные, я вам говорю. Это было просто наслаждение. Вот так вот. И оно такая прям тоненькая, нежная, такая воздушная. Угу. И переколочки тушеные, такие вкусные вообще. Ясуля, ты с нами? Мы с Олей кальянчик курим. Так, я вышла на уличку выпить кофеечек. И смотрю на себя такой... Просто я высушила волосы сегодня. Просто волосы, знаете, так прям, чувствую, так объемно стоят. Покажу вам средство классное для объема волос. Для любителей такого объема, как я люблю. Не перевариваю, знаете, когда корни волос, когда бывают средства для объема делаешь. И они такие, знаете, стеклянные, можно сказать. Я этого не люблю. Здесь объем такой естественный. Можно пробрать волосы, но они правда вот так стоят от корня. Слушай, с вот этим средством от Матрикс. Это у нас, подождите, буст, да. Прикорневой спрей для наданя объему тонкому волосу. Огромный бутыль, брызгает классно. Вот если кто любит даже длинным волосам, придает шикарный, прекрасный объем. Вот, лежит комфортный очень. Хочу поделиться с вами парфюмом, можно сказать, дня. Это Жан-Поль Готье. Вот этот, который у нас для Бель Paradise Garden. Иногда его называют Paradise Garden. Paradise Garden. Какой же он классный. Я вот сегодня целый день... Ну, видите, у нас такой ветерок приятный. Это что-то волшебное. Это запах счастья. Запах какого-то отдыха на курорте. Где-то ты на морях, на океанах. Значит, здесь всего три ноты. Заявлено лотос, ваниль и ирис. Ну, не знаю. Не знаю, это звучит так объемно. Мне кажется, здесь такой и кокос, и, безусловно, пудровость ириса есть. Немножко он заслащивается. Я прям хочу его немножечко повторить. Я слышу здесь соль. Вот. Немножко он похож с Жан-Поль Готье. Дивайн. У них один парфюмер, Квантин Биш, делал этот парфюм. И я на вторую руку, я уже сюда просто не принесла, я нанесла Дивайн. Конечно, Дивайн, которая вот в таком золотом корсете более объемно звучит. Если честно, больше объемно. Там нет кокоса, там есть соль, лимон, взбитые сливки, такие красивые, ваниль прекрасный. А здесь более такой пляжный вайп. Он такой водянистый, но акватика такая, знаете, не 90-х, такая прекрасная акватика. Может быть, даже с арбузом, каким-то... Есть водянистый, здесь, может быть, даже и арбуза есть. Это лилия придает такую интересную пикантность. Мне кажется, здесь какая-то кокосовая вода есть. Он в меру сладкий, в меру терпкий и однозначно поднимающий настояние. Поделилась с вами тридцаточка. Смотрите, как он у меня уходит. Для летних деньков просто потрясающая история. Он звучит очень объемно. Объемное у него звучание для трех нот. Я считаю, это просто очень красивый парфюмент. Вентин Биш, конечно же, у нас такой мастер. Видите, специально сделав в параллельном сравнении, я его с Дивайн. Ну, что-то схожее есть. Вот все равно что-то схожее есть. Они правда немножко похожи. Немножко похожи. Просто здесь вот такой взбитый сливки, белок какой-то такой вот, воздушность какая-то присутствует. Без акватики. А здесь присутствие, как будто бы ты присутствуешь рядом с морем, намазался каким-то кремом, цветы там лилии какие-то растут, лотос. Очень красивый парфюм. Поднимает настроение. Если у вас есть такой аромат, обязательно мне пишите. Все, поделилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА